Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, сегодня обсуждаем финансовые рынки, поговорим о России, с точки зрения, как же, как же, как же привлечь долгосрочных инвесторов, привлечь длинные деньги на наш пока еще все еще развивающийся рынок. Ну, это одна из тем, я думаю, мы, как всегда, будем смотреть более широко на процессы, происходящие сейчас. И сегодня, в том числе, были события важные для финансовых площадок. Итак, представляю моих гостей. Это Андрей Гриценко, генеральный директор капитала управления активами. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ капитала. Добрый вечер. Ну что ж, традиционно, как настроение, как дела, я у вас хочу спросить, Андрей, Максим. Погода не очень. Погода не очень. Андрей оптимист, он даже, несмотря на ужасную погоду, говорит, все равно замечательно. Ну как же ужасно, если по статистике должно быть минус, а у нас плюс. Ну то есть, да, чему удивляться, да, на дворе уже поздняя осень, вот-вот зима начнется. Лучше хороший минус, чем такой плюс. Это сейчас о рынке? Действительно, его хоть можно зашортить было бы, да? Хороший минус. Так, ладно, значит, традиционно я начну с того, что картину маслом нарисую в Москве 18.04. Значит, мы, к сожалению, наверное, уже к сожалению, увидим присоединившихся американцев чуть позже, да, через час, только лишь. Вчера они отторговались, мама не горюй, вы видели прекрасно, да, худшая, наверное, торговая сессия за много месяцев. Доу Джонс упал на 2 с лишним процента, СНП там же оказался, хотя, в принципе, можно говорить еще о неком диапазоне, о нижней границе, ну, сейчас об этом поговорим. А наши сегодня продолжают, видимо, эту печальную тенденцию. И в моменте РТС теряет 1,6 процента, 1404 текущая котировка, ММВБ почти 1,5 процента, 1402. Его, смотрите, они у нас практически спред сократили до нуля. Итак, сырьевые рынки, нефть марки Brent 107, да, немножко отскакивает, она сегодня была ниже. Золото 1713 за унцию и инструменты рынковалютного пара евро-доллар в районе 1,27 с полтиной, никак она не найдет себе направление движения. Ну, а набор голубых фишек сегодня красный, красный набор голубых фишек, хорошо звучит. Все в красном цвете, и многие из них, например, Роснефть, все, видимо, фиксация пошла, да, Роснефть, Ростелеком, Обычка, Русгидро, Сбербанк, Сбербанк, 3 с лишним процента теряет Сбербанк сегодня. Вот, и все вышеназванные товарищи тоже, значит, в минусе более чем на 2 процента. Вот такая вот картина маслом, значит, напомню еще, да, ну, на всякий случай, для уже, для слушателей. И вот в студию 6510-99,6, код КМАСВИ-495, дальше сайт finam.fm, заходите и в разделе комментарий задаете вопросы, либо, напомню, с прошлой недели приснилась огромная, многомиллионная аудитория, друзей, я так называю, клиентов, наверное, некорректно, друзей компании Finam на сайте компании finam.ru в разделе вебинары есть возможность видеть все, что происходит на студии в прямом эфире. Вот, Андрей, Максим, вот эта камера сейчас как раз снимает вас. Улыбайтесь. Улыбайтесь, да, вас снимают. Ну что, закончены все приготовления, и вопрос у меня будет следующий. Что, давайте, нет, ну, кто виноват, тоже неправильно. Что виноват, что нет. Что происходит, Андрей, что происходит? Вчера выбрали Обаму, мы видели реакцию, ну, такая она, да, 50-50. А сегодня все падает. Ну, на самом деле, падать-то начало все вчера. Вчера все-таки. Но то, что вы сказали, что все плохо, это на самом деле не так, потому что плохо, это когда рынок стоит. А когда он движется вверх или вниз, это хорошо. Это хорошо. Всегда можно заработать на растущем. Ты с точки зрения спекулянта рассуждаешь сейчас. Ну, конечно, а кто мы? А кто мы, по сути-то, да? Да. Так, значит, все хорошо? Ну, не то, чтобы все хорошо. Скажем так, прошла первая эмоциональная какая-то реакция, а вчера, скажем так, реакций было несколько. То есть помимо выборов в Штатах наложились события и в Европе, и много других. Вот, поэтому, ну, так сложилось, что по черному золоту вчера обнаружились большие запасы в хранилищах. Неожиданно. Да. Соответственно, значит, ну, в Европе вы тоже знаете все события, которые произошли. Нет, давай мы так, мы сразу договоримся, что... Хорошо. Изначально мы не все знаем все-таки, потому что ты более информированный человек, ты генеральный директор капитала управления Актива. Ну, хорошо. Мы узнали от различных источников из Европы о том, что ВВП в следующем году Европу ожидает практически нулевой, рост нулевой. И, соответственно, многих это привело в разочарование, и многие стали продавать все, что подворачивалось под руку. Черное золото, желтое золото, американские, европейские акции. Ну, и российским, как обычно, досталось. Да, тем более, что амплитуда колебаний в России обычно бывает значительно больше, чем американских акций. Вчера, как ни странно, мы достаточно вяло отреагировали на падение. Может, просто не успели мы, сегодня догоняем, получается, так? Ну, возможно. Перевод часов спасает. Возможно, да. Возможно, что именно эта вялая реакция была обусловлена тем, что уже было достаточно поздно. Но, с другой стороны, скажем так, если я сегодня выражаю позицию оптимиста, то хотелось бы сказать, что, опять же, сегодня мы уже увидели некий отскок, да? То есть Европа у нас себя позеленела, нефть отскочила, но, правда, отскочила совсем немножко. Вот. Россия продолжает падать. Долго запрягает. Ну, да, дойдет и до нас, собственно, дойдет и до нас, когда мы начнем отскакивать. По большому счету, да, скажем так, то, что вчера произошло, ну что, избрали президента. Соответственно, задачи две. Первая, войти в историю, да, второй срок все-таки. Первый срок он боролся за электорат на последующее избрание. А, скажем так, вторая задача справиться с теми трудными вызовами, которые есть. Фискальный обрыв, дефицит бюджета и так далее. Ну, вы об этом-то знаете. Поэтому, скажем так, вопрос большинства населения, как в США, так и во всем мире, которые прикованы сейчас к решениям, я думаю, все будут ожидать каких-то решений по поводу, в первую очередь, фискального обрыва. Потому что, если в течение ближайших двух недель какая-то четкая позиция не будет сформулирована, то, в принципе, мы понимаем, что Штаты с начала года и до середины следующего, видимо, будут ждать рецессия, равно как и с ними и всех прочих. Вот. Поэтому, я думаю, что определенный заряд бодрости команда Обамы должна принести. По поводу разногласий между республиканцами и демократами, по поводу того, кто главенствует в Конгрессе, кто не главенствует, все взрослые люди. И все прекрасно понимают, что фискальный обрыв ударит по всем. А, скажем так, войти в историю республиканцам, как людям, которые голосовали против замечательных каких-либо предложений со стороны демократов и президента-демократа. Или которые позволили Америке упасть в обрыв, вот так бы я сформулировал. Ну, это известный гирострат, он же сжег, собственно, храм-то и попал в историю. Ну, как говорят, это все домыслы историков. Вот. Но это уже отдельная история. А по поводу, значит, Штатов и так далее. Я думаю, что, в принципе, ближайшие две недели должна прозвучать какая-то более-менее четкая позиция. По поводу именно обрыва. Да, в первую очередь обрыва. Ну, и, естественно, во вторую очередь по поводу дефицита бюджета. Потому что, как его решать? Во время предвыборных баталий, да, прозвучало много чего. Много. Абам пообещал дешевую нефть Америки и так далее. Дешевой нефти, скажем так, из альтернативных источников пока не предвидится, да, потому что себестоимость добычи из сланца и прочих песков, она пока достаточно высока. Соответственно, я думаю, что в этом смысле должна быть миролюбивая внешняя политика. Играть в эту сторону, потому что все бряется неоружением в сторону Ирана и прочих нефтедобывающих государств. В данном случае оно будет играть против его предвыборных обещаний. Так что первые два года нового президентского срока, это срок, в течение которого должны произойти какие-то серьезные изменения. А ближайшие две недели, это, скажем так, должна быть какая-то сформулирована четкая программа по поводу выхода из сложившейся ситуации по отмене налоговых льгот и, соответственно, по решению проблем дефицита бюджета. Вот, Максим, Андрей, упомянул историю с Ближним Востоком, с Ираном в частности, да, ну и вообще, что касается сырья. Ты как думаешь, каким образом будет решение этой проблемы? Теперь-то уже, в принципе, все, да? Ну, во-первых, бы я отметил, что у американцев есть чуть более дешевая нефть уже по сравнению со всем остальным. Славец ты имеешь в виду, да? Нет, просто из-за системы трубопроводов стоимость нефти в середине США, она гораздо ниже, чем на побережье Мексиканского залива. И определенное влияние на стоимость нефти и бензина это оказывает. Понятно, что в основном стоимость бензина в США завязана на цены на мировом рынке, но все равно определенные, определенные, более низкие цены в Америке есть. То есть у американцев есть некая, да, такая подушечка. И развиваться они будут в этом направлении. В следующем году постепенно будут вводиться дополнительные нефтепроводы, соединяющие Клахому, где находится город Кашинг и Мексиканский залив. Это расширение Сиуэя в первом полугодии с 250 до 400 тысяч баррелей в сутки. И главное это реализация проекта Gulf Coast Project, это проект второго полугодия следующего года, это 700 тысяч баррелей в сутки поставка нефти из Кашинга на побережье Мексиканского залива. Эти проекты, они будут и дальше стимулировать развитие нефтедобычи в США, и мы видим, что за последний год добыча очень серьезно увеличилась и оказала дополнительное давление на стоимость. Ну и все же в конечном итоге вот это, в частности, да, вот эти вот проекты, они приведут к падению цен на нефть? Ну, глобально, если говорить о вопросе нефти, то увеличение... Максим, извини, пожалуйста, глобально поговорим после новостей, слушаем новости. Ну что ж, продолжаем, продолжаем нашу сегодняшнюю программу. Сухой остаток на Финам.фм, меня зовут Олег Дмитриев, разговариваем о текущей ситуации на финансовых площадках. Прервались мы, ушли на новости, Максим рассказывал о глобальных идеях на рынке сырья. Ну, увеличение предложения, оно в любом случае, конечно же, будет оказывать сдерживающее влияние на нефтяные котировки, и мы видим, что в этом году, в начале года, особенно во втором квартале, наблюдался избыток предложения на рынке. Пропажа основных объемов иранской нефти с рынка, конечно же, поддержала его, но если говорить о перспективах ближайших 5-5 лет, то перспектив для значительного роста цен на нефть нет абсолютно никакого, но при этом, конечно же, не стоит ожидать, что цены провалятся очень низко. Граница 80-90 долларов, я думаю, будет держаться. Действительно, большинство новых проектов, они по себестоимости находятся в этом диапазоне, и долговременное, долгосрочное снижение цен ниже него будет означать просто заморозку реализации этих проектов, и, соответственно, рынок будет балансироваться уже в другую сторону. Я понял. Ну, а вот и проблема Ирана, проблема Ирана, проблема Ближнего Востока. — Ну, я думаю, экономическое давление на Иран будет продолжаться, вряд ли мы увидим военный конфликт. — Вряд ли, это важно. — Но экономическое давление, оно уже довольно серьезное, и мы видим, что объемы экспорта нефти из Ирана резко сократились за последние месяцы, с июля месяца. — Это попытка вынудить к диалогу, да, Иран? — Сложно сказать. — Что они там думают о себе? — Понуждение к дружбе. — Понуждение к дружбе. Хорошее. — Иранская экономика уже сейчас оказалась в очень тяжелом состоянии. Национальная валюта, иранский реал за последние полгода где-то более чем в три раза обесценивалась. Высокая инфляция и много других прелестей резкого ухудшения условий внешней торговли. — Я понял. Хорошо. Теперь несколько слов, буквально вектор переместим в Европу, несколько слов по этому поводу, учитывая вчерашние события, Андрей, и сегодняшние, в частности, заседания ЕЦБ, выступления господина Драги. Хотя я посмотрю сейчас вот на котировки, ну, прежде всего, на валютный рынок. Не шибко там что-то изменилось. — Да, честно говоря, Европа, она просто навязла в зубах. — Только это формулировки выбирай тогда, я понимаю, что это уже поднадоело, но тем не менее. Навязла в зубах, хорошо. — Ну, по большому счету, скажем так, основные тенденции ясны. Грецию никто не отпустит из еврозоны. — Дали, да, опять 30 миллиардов дали, боже мой. — Да, и, соответственно, все рассказы, там, премьера и так далее о том, что завтра мы выходим, закройте дверь за нами, это все ни о чем. Дальше, скорее всего, Испания получит все, что ей необходимо, вне зависимости от того, как долго они будут собираться сходить за этой самой... — Но они соберутся такие? Или им дадут... — Я вот о чем хотел сказать, да, о том, что, скажем так, экономические мотивы, да, сейчас активно обыгрываются всеми политиками, которые только есть в Европе, начиная от самых мелких и заканчивая самыми крупными. И, скажем так, кто-то использует это в основном для каких-то своих, возможно, предвыборных целей. — Ну, это и логично, конечно. — Да, поэтому все о чем-то говорят, но смысл, в принципе, всем прозрачен и понятен. Греков не отпустят, испанцам помогут, и я думаю, что... — Ну, вот по поводу «хорошо» — это уже более длительный вопрос, да, потому что хорошо-то оно будет, когда это реально отразится на росте ВВП этих стран, когда мы увидим снижение безработицы. То есть рынок труда, рынок недвижимости и промпроизводства — вот три основных показателя, о которых мы и должны говорить. Но они периодически всплывают в качестве каких-то козырных аргументов в тех или иных спорах, и, соответственно, вот это там, это сям, давайте это увеличим, давайте это уменьшим. Опять же, никто не застрахован от того, что, скажем так, статистика используется определенным образом. То есть мы не знаем, насколько она верна. Вот, поэтому я думаю, что проблемы в Европе будут, и для их преодоления придется потратить достаточно много усилий, денег, и выработать, возможно, что-то новое. Потому что, скажем так... Новое принципиально новое. Вот есть же программы, озвученные, собственно. Главное будет убедить Бундестаг согласиться увеличить. Ну, если греческий парламент удалось убедить, то я... Ну, вот даже та же история в Греции, если мы посмотрим то, что там происходило вчера, на самом деле показывает, что ситуация, что все сильнее усложняется и усложняется. Голосование, которое вчера проходило, оно прошло в такой ситуации, что количество набранных голосов оказалось 153, при необходимых 150. Причем из двух основных коллекционных партий по итогам этого голосования было исключено, если не ошибаюсь, 7 членов за то, что они не голосовали. Ситуация становится более напряженной. Можно предположить, что там что-то подтасовали все-таки, да? Ну, не думаю, что насчет подтасовали, потому что голосование было открытое, и было понятно, кто за что голосует, но понятно, что с социальной точки зрения напряжение в обществе греческом очень сильно возрастает. И вчера была очень большая демонстрация, если не ошибаюсь, больше 50 тысяч человек рядом с парламентом, и понятно, что те новые меры экономии, которые приняты, они не позволят греческой экономике расти в следующем году. Это будет означать дальнейшее ухудшение крайне тяжелой экономической ситуации, дальнейшее повышение крайне высокой безработицы. И понятно, что все это грозит, конечно же, социальным взрывом. Если он случится, то удержать Грецию в Евросоюзе будет уже не в силах никому. Я просто думаю, что в тиши кабинетов зреет, скажем так, еще политическое решение этой проблемы, с тем, чтобы можно было бы кого-то впускать или выпускать, не неся при этом таких серьезных рисков и финансовых потерь. Потому что основное это как раз непроработанность механизма. Вот, то есть об этом ты говоришь, да? Да, именно об этом. Политическое решение, то есть надо как бы правила, таких правил же нет, как впускать. Есть правила, ну, условно говоря, а как выпускать нет. Абсолютно. И в этом смысле греки и пользуются этим, они, скажем так, разыгрывают эту карту. Никто не знает, как их выпустить. Они говорят, да, отпустите нас, мы уйдем. Я думаю, тут даже вопрос скорее не политический, потому что, скорее всего, Греция не захочет выходить из Евросоюза, как таковой, да? То есть политической проблемы здесь большой не вижу. Я вижу очень серьезную экономическую проблему, как выйти из состава еврозоны и отказаться от единой европейской валюты. Особенно учитывая ту тесную связь, которую Греция сейчас имеет не только по каналам правительственной помощи, но и, например, по каналам помощи страны Европейского Центрального Банка через механизмы Таргет-2 и там другим программами финансирования. И как-то просто выйти не получится. Просто не получится. Это как бы очень сложный экономический вопрос. И понятно, что в ситуации социальной напряженности, которая, если она реализуется в Греции, то, понятно, эта волна вынесет на первый план, может вынести две силы. Это либо левая партия Сиризия, либо ультранационалисты. Соответственно, других вариантов здесь не будет. И понятно, что в любом из этих случаев с экономической точки зрения последствия могут быть тяжелыми и необратимыми. И волна, соответственно, может легко пойти по другим странам, потому что тут известен механизм. Вкладчики в греческих банках, которые в момент Т0 имеют вклады в евро, в момент Т1 на следующий день все их вклады автоматически конвертируются в греческие драхмы, в новые греческие драхмы. И поэтому люди, находящиеся в Португалии, в Испании, видя такую ситуацию, сразу примут решение перевести свои вклады в банки других стран, чтобы обезопасить себя от такого риска, который для них сразу станет очень осязаемым и материальным. Поэтому тут развитие... Ну, надо в первую очередь, конечно, следить за тем, как с социальной точки зрения развиваются события, потому что главная угроза как раз здесь. Если социальная и политическая ситуация остается стабильным, скорее всего, я соглашусь, что Евросоюз будет стараться не допустить каких-то резких шагов и будет... То есть экономически всегда что-нибудь придумают, да? Ну, скажем так, политически, политико-экономически придумают что-то, да? Понятно, что экономика Греции в любом случае останется в очень тяжелой ситуации еще не один год. Да, поэтому главный вопрос — это сохранение социальной стабильности. Я понял. Я понял. И вопрос, ну, поскольку он немножко... Поскольку он в тему, точнее, да, он немножко отличается от того, о чем мы сейчас говорили, но тем не менее, мне кажется, в тему... Вот наш слушатель из финам.ру спрашивает, прокомментируйте сейчас события в Китае, ну, в частности, да, начавшиеся с едкоммунистической партии и ожидания в связи со сменой власти. Андрей. Ну, скажем так, выборы в Китае — это не выборы в Штатах и не в России. Они, по-моему, так и не называются выборы. Да, это условно, в кавычках, выборы. То есть, в принципе, исход их предрешен. Вот, мы все знаем, кто станет главой государства, главой партии и так далее. Вот, здесь больше вопросов вызывает экономический курс, который будет принят новыми руководителями страны. И в этом смысле, скажем так, определенная потребность в реформах назрела в стране. Без этих реформ страна пока останется в том тупике, в который она немного зашла, да. То есть, в принципе, определенный кризис перепроизводства, скажем так, опять же, тяжелая ситуация на рынке недвижимости, да, когда приходится уже каким-то образом дофинансировать желающих приобрести. Ну, и много других разных проблем, которые там есть. Во всяком случае, в силу того, что экономика Китая в большей степени заточена под экспорт, да, то, скажем так, необходима серьезная реформа в области стимулирования внутреннего спроса. И вот, скажем так, как это будет регулироваться, как это будет создаваться, это некая новая мини-революция в стране, вот от этого многое будет зависеть. Ну, тем не менее, ты видишь принципиально, точнее так, возможно, принципиальная позиция у нынешних властей и у тех, кто придет сейчас к власти. Принципиальные. Различия? Различия, да, извините. Не, особых различий я, честно говоря, не вижу, да, потому что, ну, во-первых, в силу определенной клановости, да, руководства особых изменений, если они есть, то они обычно на поверхность не выносятся, это во-первых. А во-вторых... То есть, изменения возрастные в основном будут, да? Да, то есть, придут более молодые функционеры. Из таких изменений, я думаю, там можно ответить, что в Политбюро ЦК, КПК усиливаются позиции Ставленников Дэн Сиапина и... Ну, скорее, не Ставленников, а последователь. Ну, последователь, да. Ставленники-то уже все давно. Вот, и движение в сторону там большего реформирования мы можем увидеть китайской экономики. Вся политическая борьба, она проходила последние месяцы, и мы видели историю с Боксилаем, например, да, это как бы как раз последствия этой борьбы. Сейчас борьба уже вся закончилась. Сейчас просто надо по факту объявить, да? Да, уже, по сути, происходят формальные... Проголосовать. Проголосовать, да. Большой перегиб в сторону инфраструктурных расходов и инвестиций, которые не всегда оказываются экономически выгодными. Я понял. А переход к потребительскому спросу очень затруднен для Китая. Я понял. Хорошо. Слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, мы продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.фм. Я посматриваю, есть уже информация об открытии американских площадок. Ну, пока вяло-вяло. Тем не менее, вот я смотрю, «Доу Джонс» пока под водой, ну, на небольшом расстоянии, 9 тысячных процентов даже вот показывает мне, по крайней мере, сайт. А «СНП» открылся с небольшим гэпчиком вверх. Ну, что будет дальше, посмотрим. Динамика на наших площадках не изменилась и, я думаю, особо и не изменится. Вы же обсудили ситуацию в Китае. Максим, закончи, собственно, да, мысль? Нет, я закончил переход от инвестиционного спроса к потребительскому спросу. Это задача, которая стоит перед Китаем. И ограничение, конечно, в том, что рост зарплат будет еще и дальше подрывать позиции экспортного сектора. Зарплаты в Китае уже высокие. 500-600 долларов в месяц в среднем по стране в настоящее время. И это уже уровень зарплат, который не является во многом конкурентоспособным с другими развивающимися странами. Хорошо. Ну, теперь тогда мы, собственно, посмотрели на конъюнктуру мировую некую. Давайте посмотрим на ситуацию в России. И, напомню, все-таки тема у нас такая, достаточно узкая. Как привлечь на российский рынок долгосрочных инвесторов, длинные деньги? Откуда, в принципе, они могут прийти? Вот мы сейчас за эфиром немножко посмеялись. Обсуждаем Америку, обсуждаем Европу, обсуждаем Китай. Оттуда могут они прийти, Андрей? Да, конечно, именно оттуда они и придут. Вопрос в том, чтобы были подходящие условия. Деньги-то всегда идут там, где им хорошо и там, где можно что-нибудь заработать. Поэтому заработать-то у нас можно. А вот насколько им хорошо, инвестиционный климат в стране последние годы как бы сгущался. То есть увеличение доли государства, соответственно, не привело к тому, что у нас стала разрастаться конкуренция, у нас появились какие-то альтернативные компании. В основном все это как-то либо умирало само по себе, либо поглощалось какими-то государственными структурами. Поэтому в этом смысле, с этой точки зрения, нам еще далеко. В плане того, что инвестиционный климат был бы у нас столь же благопристойным, как хотя бы в той же Турции. Но вы возразите там тепло. Ну я не возражу. Им больше нужны деньги, у них большой дефицит текущего счета. Это главная причина. Но тем не менее, скажем так, жить все время за счет дорогой нефти внутри себя, но мы уже пробовали так при коммунистическом режиме, или какой у нас там был, социалистический. И в принципе тоже ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому, скажем так, стали происходить инфраструктурные изменения в лучшую сторону. То есть там единый депозитарий. Ну это единственное, по-моему, событие из последних. Потому что я каждый раз, что хорошего у нас инфраструктурные изменения. Россия поднялась в рейтинге doing business со 118 на 112 место. Ну ты как аналитик, тем более главный экономист по России в ВТБ. Максим, ну я тебя умоляю. Нет, ну там-то цель поставлена очень большая по улучшению именно делового климата. Не в целом инвестиционного климата в стране, а именно улучшение делового климата. Насколько просто вести бизнес, особенно малым и средним предприятиям. Будем надеяться, что в ближайшие пару лет определенные сдвиги в лучшую сторону здесь будут. И часть из той поставленной цели, которую Путин поставил в этом году, достигнуть позиции топ-20 в этом рейтинге, хотя бы частично мы продвинемся в правильном направлении. Что касается вопроса источника долгосрочных средств, как показывает опыт других экономик, в первую очередь они должны быть найдены внутри экономики. И источником долгосрочных денег, за примерами далеко ходить не нужно, там из таких близлежащих стран очень хороший пример, это Польша, та же самая. Это в первую очередь пенсионные деньги и деньги страховых компаний. Пенсионные накопления и накопления по программам страхования жизни, это то, что должно становиться основным источником долгосрочных ресурсов. Тут, конечно, сразу на ум приходит пенсионная реформа, возможное снижение в перечисление средств в накопительную часть 6% от фонда заработных плат до 2%. Это, конечно, шаг в неправильном направлении. Шаг назад. Это, по сути, скрытое увеличение налогов, потому что де-факто из сбережений, потому что 6%, которые сейчас накапливаются, они сберегаются, в принципе, на персонифицированном счете человека и направляются как сбережения в экономику. Если посмотреть последний год, тот же ВЭП, например, эти средства в основном управлял на депозиты банков и тем самым фондировал банковскую систему с одной стороны и в корпоративные облигации, тем самым предоставлял средства для инвестиционных программ крупнейших российских компаний. Так вот, эти деньги и сбережения начинают расходоваться на текущие нужды, на текущее финансирование дефицита пенсионного фонда. По сути, скрытое повышение налогов. Ну, даже если изменения накопительной части не произойдет, по большому счету пенсионные фонды живут в течение одного года. То есть вопрос возвратности средств для них основной вопрос, и в этом смысле долгосрочными инвестициями назвать их сложно. И проблемы связаны с управлением, эти деньгами тоже они очевидны, потому что управляющий уже задачи другие решает. Да, проблемы есть, но с другой стороны, если посмотреть на тот же рынок рублевых облигаций, то размещение и длинных облигаций РЖД, Роснано, крупных российских компаний со сроками 5-7 лет, это то, куда много денег вкладывал, например, внешнеэкономбанк, как раз государственная управляющая компания пенсионного фонда. Поэтому эти деньги все-таки идут в долгосрочные инвестиции, хотя бы частично. Но понятно, что тот объем, который сейчас накапливается, даже при 6%, он недостаточен. И понятно, что деньги, например, не идут в рынок акций по как раз вышеозвученным причинам, что возвратности средств и необходимости компенсировать потери. Эта проблема остается. То есть я думаю, что двигаться нужно как раз в обратном направлении, скорее повысить накопительную часть, причем повысить, может быть, по крайней мере, за счет тех людей, которые получают зарплату больше 512 тысяч рублей в год, увеличить взнос от этой части населения на накопительную часть. Плюс разработать новые правила инвестирования, сделать возможность более гибко подходить к инвестированию этих средств, в том числе на рынке акций с долгосрочным горизонтом инвестирования. Именно с долгосрочным, да, не ограничиваем. Ну, необходимо дифференцировать по срокам дожития, скажем так, пенсионных денег, да, и, соответственно, в зависимости от этого и устанавливать для более коротких денег жесткую консервативную какую-то декларацию. А для более длинных они, как раз, и станут теми долгосрочными инвестициями, которые, кстати, нужны государству в те же инфраструктурные проекты и так далее. У нас есть звонок, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, говорите. О, добрый вечер. Скажите, вот такое ощущение есть, что вот вчера, сегодня сырьевые валюты, особенно... Еще раз повторите. Сырьевые валюты. Сырьевые валюты, ага. А, особенно Австралии, ну, канадец там чуть-чуть потерял, а уж рубль стоит, никуда не двигается. При таком движении нефти, при таких 2,5% почти упало СНП, с чем связано, почему вот... Так, ощущение какое, вы говорите, такое есть ощущение? Ну, что рубль не падает, а все остальные валюты падают. Нет, и сырьевые именно не падают, в то время как нефть падает. Ну, то есть ни австралиец не падает. ЦБ официально заявил, что никаких интервенций вчера на рынке он не проводил. Нет, интервенции, конечно, не проводят. Сказал Андрей, так, как бы сказать, иронично улыбались. Нет, ну, действительно, СНБ сейчас интервенции не проводит. С другой стороны, если на ту же нефть посмотреть, то она вчера резко упала после того, как она очень резко выросла за день до этого, поэтому она сходила вверх и вниз в течение двух торговых дней. Плюс, что касается российского рубля, здесь есть такой отдельный дополнительно поддерживающий фактор. Это, конечно же, приток денег в локальный рынок государственных облигаций, который был очень активен последние пару месяцев, и, в принципе, сейчас он продолжается. Связан, понятно, с либерализацией доступа иностранных инвесторов на российский рынок УФЗ и на российский рынок корпоративных облигаций. Соответственно, приток идет, дополнительный спрос на рубль есть. И понятно, что хотя ЦБ и не проводит интервенции, стоимость валютной корзины находится недалеко от того уровня, где он начнет потихоньку валюту продавать. Это тоже немножко сдерживает рынок. Основной, конечно, фактор глобальный – это то, что развивающиеся валюты продолжают чуть-чуть укрепляться в целом, и это, конечно, тянет таким якорем, служит для рубля, и мешает ему ослабевать. — Ну, опять-таки, если говорить о том, что развивающиеся валюты укрепляются, мы же наблюдаем, как правило, укрепление валют развивающихся рынок связано с притоком капитала, то есть, условно говоря, с интересом к риску, сейчас-то мы его не наблюдаем. — Ну, почему же? В том числе и с ростом ВВП бывает. В данном случае мы сейчас говорим исключительно о притоке капитала. И через полтора месяца, когда кто-то захочет выйти из УФЗ, мы увидим обратный процесс. — Наверняка это сделает, потому что конец года, да, и очень часто... — Ну, вряд ли будут прямо уж так убегать из УФЗ, потому что те инвестиции, которые сейчас приходят, они в основном средне-долгосрочные, потому что есть глобальные фонды, которые аллокируют свои средства в определенные корзины, да, и они не могли инвестировать в Россию по техническим причинам, потому что они не имели доступ к российскому рынку через международную систему Евроклир и Клирстрим. Доступ они будут получать, соответственно, они автоматом будут переаллоцировать свои портфели в пользу российских бумаг. По всем развивающимся рынкам, по всем локальным, по обязательствам долговым, номинированным в национальной валюте, за последние пару лет мы увидели очень мощный приток средств. Ну, может быть, Румыния была исключением. Вот. Россия начала испытывать его только в последний год, да, потому что разговор о либерализации он пошел, начал развиваться в этом году в основном. Но по-прежнему доля иностранных участников на российском рынке, она остается очень низкой по сравнению с другими странами. Поэтому здесь есть куда расти, и говорить о том, что в какой-то момент все деньги сразу уйдут, не стоит. Понятно, что от внешней конъюнктуры, от событий на мировых рынках потоки капитала будут сильно зависеть и могут разворачиваться в какие-то определенные моменты, тем самым наносить урон российской валюте. Однако в целом тренд будет на увеличение доли иностранных инвесторов на внутреннем рынке. То есть мы говорим, если не будет каких-то существенных потрясений, да, которые заставят... Если эти фонды глобально не будут закрываться... В частности. Есть у нас вопрос, давайте еще раз послушаем. Александр, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Вы знаете, я услышал ваш разговор относительно инвестирования пенсионного капитала в акции российских компаний. Честно говоря, я просто содрогнулся, потому что последние 10 лет своей жизни я занимаюсь инвестициями ценной бумаги, и я думаю, что хорошо уже понял экономику России. Я практически перестал работать и инвестировать капитал в России, просто потому что Россия является колоссально рискованной инвестицией. И мы все прекрасно знаем, почему. И облигация это еще хоть какой-то вариант. И уж если, понимаете, вы предлагаете вариант, связанный с инвестированием в акции пенсионных и средств, то это чудовищная совершенно идея, с моей точки зрения. Я думаю, что лучшее, что можно было предложить, это выбирать людям, хотят ли они это делать или нет. Потому что рассердить 10 российских имитентов, вы не извините, если у нас всего одно предприятие, чего-то там стоящее. Все остальные, они даже понятия не имеют, что они делают на бирже. Российский фондовый рынок уникальный в своем роде, и не обнаружил ни одного такого похожего на Россию, потому что 99% российских имитентов не делали IPO. Это просто уникальность совершенно российских. Вот таких рынков в мире я не видел ни разу. Поэтому они, я прошу прощения, но просто российские имитенты, торгующиеся на российской бирже, понятия не имеют, что там делают. И даже лучшие из них понятия не имеют, что там делают. А уж остальные, то, прости господи, занимаются непонятно совершенно, чем. И это в области совершенно не этого разговора. Поэтому инвестировать накопление людей в этих имитентов, которые завязаны всего лишь навсего на цену барреля нефти, господи, не надо только. Только не делайте этого. Александр, вопрос есть у Максима к вам. Ну, не вопрос, а просто ответ сразу. А, сразу ответ. Спасибо вам за вопрос. Понятно, что выбор должен быть исключительно на человеке. Тут даже никто не спорит. Просто есть люди, которые готовы к более рисковым вложениям. Надо дать им возможность инвестировать, инвестировать именно долгосрочно. И стимулировать в том числе пенсионные фонды и делать такие инвестиции, чтобы у них не было дополнительных ограничений. Но, еще раз повторю, это должно быть желание будущего пенсионера инвестировать средства именно таким образом. Что касается российских компаний, я бы не был настолько пессимистичным на российском рынке. Есть много... Максим, Максим, мы об этом сейчас должны более детально поговорить. Пока слушаем новости на Финам. Продолжаем, друзья мои. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Вопрос нашего слушателя Александра задел за живое моих гостей. Мы за эфиром бурно здесь размахивали руками. Обсуждали его. И есть желание и необходимость даже продолжить ответ на этот вопрос. Во многом... Ну, в чем-то мы с Александром, конечно, согласны, наверное. Но в чем-то и поспорим, Максим. Ну, историй на российском фондовом рынке на самом деле много. Есть и не очень хорошие, есть и просто блестящие. Из просто блестящих можно привести, например, компанию Магнит, которая очень динамично развивалась, очень хорошо относится к своим инвесторам. И инвесторы ее за это благодарят. Благодарят мультипликаторами. Одним из самых высоких среди развивающихся рынков. С премией торгуется Магнит к аналогичным компаниям на других рынках. Понятно, что проблемы с корпоративным управлением в многих российских компаниях есть, есть серьезные. Но нельзя сказать, что Россия занимает прям уж последнее место по корпоративному управлению в мире. Есть страны лучше, их побольше, есть страны хуже. Поэтому нужно даже с точки зрения инвестиций выбирать правильные компании. И тогда, как показывает практика, с правильными компаниями можно очень хорошо развиваться вместе. И даже на нашем рынке. И опять-таки, я... Сейчас, Андрюш, секунду. Собственно, Александр-то начал с того, что пенсионные деньги ему оказалось... Ну, было жаль пенсионные деньги, потому что, ну, куда вы их суете? Это же российские... Здесь, опять-таки, надо напомнить о том, что, во-первых, это личное дело каждого. А во-вторых, пенсионными деньгами распоряжаются управляющие компании. А управляющая компания, естественно, имеет возможность анализировать и выбирать эмитента, который эти деньги... Я просто хотел напомнить историю компании Enron. Давай. И аналогичных ей компаний. И, кстати, деньги пенсионных фондов Соединенных Штатов Америки были заинвестированы, в том числе, и в акции этой компании. И, соответственно, я понимаю, это крик души, да? Да, но огульно хаять все наше и... Выставлять все не наше, да? Да, то есть, ну, по большому счету это неправильно, потому что реально-реально, да? Ну, вот те же примеры, да, которые уже озвучил Максим и множество других примеров. Понятное дело, вопрос о пенсионных накоплениях, да? Тут, скажем так, действительно необходима определенная осторожность и так далее. Вопрос не пересекается с тем, какова сущность наших компаний, да? Какова их корпоративная этика, культура и так далее. Но, к сожалению, практика показывает, что кто-то к этому стремится, к какому-то идеалу, кто-то не стремится. Некоторые наши компании к этому делу стремятся. Если сравнивать, допустим, наши компании с тем же Enron и похожими компаниями, да? В определенных странах прибыль рисуют, в других странах прибыль прячут. Вот, и, в принципе, скажем так, прояснить ситуацию, это как раз дело управляющего, дело аналитиков, которые занимаются, смотрят, общаются с менеджментом и так далее. Никто не застрахован ни от каких ошибок, в том числе и с американскими компаниями. Согласен, согласен. Хорошо, давайте тогда от этого отвлечемся. Есть вопросы более конкретные, я их задам. Ну, давайте отсюда. Каковы, на ваш взгляд, перспективы акций «Полюс золота», спрашивает наш слушатель «Финам.ру». Ну, я не отраслевой, не аналитик по компании, поэтому не отвечу. Ну, к сожалению, здесь у нас достаточно их мало, да, в основном они там. Я считаю, что перспективы «Полюс золота», ну, не совсем честно, будет транслировать те ожидания по самому физическому золоту, которые существуют, да, обычно это должен быть... Просто есть вопрос еще и в отношении физического золота, может быть, лучше с него начать? Ну, давайте начнем с золота, да, то есть, в принципе... «Полюс золота» это уже такая производная. «Полюс золота» приведет к тому, что, в принципе, часть денег, испугавшись печатных станков во множестве стран, просто побегут в альтернативу, побегут в золото. В основном в золоту сейчас бегут центральные банки. Ну, по той же причине, видимо, да? Потому что они, видимо, кто-то кому-то чего-то перезаложил, а потом забыл забрать. Сейчас это... Они же, вот я просто напомню, 10 лет назад, они устойчиво пытались убежать из золота, когда оно стоило 300 долларов за тройскую унцию, а сейчас по 1600-1700 устойчиво пытаются его купить. Вот, и, соответственно, ну, физическое золото, в смысле, само золото, да, мы ожидаем роста по нему. Потому что обесценивание бумажных валют приведет к тому, что не все же хранится в швейцарском франке, правильно? Естественно. Поэтому часть денег пойдет на рынок золота, и, в принципе, мы ждем роста до 2000 долларов за унцию в этом году. В этом году? Да. Так. Вот. Соответственно, насколько это все будет устойчивым спросом, естественно, ничего не бывает, деревья не растут до небес, и, соответственно, возможно, да, в конце года мы уже увидим какие-то первые положительные изменения в экономике. Ну, в первую очередь, развитых стран, которые именно с этой целью Ки-3 и прочие программы затевали. Да, затевали. Ну, понятное дело, что они будут мелкими зелеными ростками, да, но, с другой стороны, на рынке труда это должно каким-то образом отразиться. Вот. И, соответственно, после этого на рынке золота могут произойти обратные перемены. В плане того, что касается поля золота, да, я бы не стал говорить о том, что одна акция транслирует на себя рост самого металла. Идею всего рынка, да. Обычно, как это делается, значит, на Западе, да, обычно это корзина из ряда золотодобывающих компаний, потому что сами по себе акции компаний, это не есть, скажем так, действительно производная от стоимости золота. Тем более, что часто бывает так, что кто-то производит и золото, и серебро, у какой-то компании бывают финансовые неурядицы и так далее. Поэтому, все-таки, корзинка была бы лучше. Хорошо. Еще один вопрос. Никита спрашивает. Здравствуйте. Неужели Центральная Российская Федерация так боится повышения инфляции, что покупает рубль, видимо, на все? Вот так пишет Никита. Ну, как может падать РТС ниже 139? Ну, это, видимо, фьючерс имеет. Я, может, про Центральный банк отвечу, да? Давай, давай, давай. Российский Центральный банк за последние несколько лет кардинальным образом сократил интервенции на валютном рынке. То есть, можно сказать, политику изменил? Да, кардинальным образом. Он перешел практически к плавающему валютному курсу. Его участие в рынке минимально, оно не влияет на текущее ценообразование. Я могу вам с уверенностью сказать, что тот курс, который мы видим на рынке сейчас, это соотношение спроса и предложения. Исключительно. Частного, да. Именно в конкретный момент времени. Понятно, что ожидания могут быть завышены или занижены, поэтому он может в дальнейшем измениться в ту или другую сторону. Но это не курс, который устанавливается Центральным банком. Поэтому Центральный банк боится инфляции. Это да. И это хорошая новость, потому что мы видим, что политика Центрального банка стала более жесткой по сравнению с тем, что мы видели, например, в период 2007-2008 года. И таким образом можно ожидать, что роста цен двухзначного мы увидим, надеюсь, еще очень нескоро в России. И скорее мы будем двигаться к тем целям, которые она ставит на ближайшие годы, это 4-5% рост цен в год. Но методами достижения низкой инфляции Центральный банк выбрал не операции на валютном рынке, а управление процентными ставками и общей ситуацией в банковской системе. Он идет по этому пути и полностью практически пытается отойти от операции на валютном рынке. Максим, скажи, а насколько эффективно в наших реалиях управление процентными ставками? Ну, довольно эффективно. Мы видим, что вслед... 8,25, да, сейчас у нас? Нет, ставка основная 5,5%, та, которая влияет на рынок. Есть там еще отдельный очень интересный вопрос с рефинансированием банковской системы, с доступностью объектов залога под рефинансирование. Но ужесточение монетарной политики, которое шло последние полтора года, оно отразилось в том числе на депозитных ставках. Это, я думаю, видят все. Депозиты теперь банки привлекают по более высоким ставкам, чем они привлекали еще год назад, буквально несколько месяцев назад. И те же самые кредиты. И это в том числе результат политики Центрального банка. И вот через этот канал происходит... Это не результат отсутствия ликвидности на Межбанке, нет? А это именно политика Центрального банка. Ну, там все взаимосвязано. Взаимосвязано. Хорошо. Давайте все-таки... Александр у нас на связи, видимо, у него есть все сказать, поскольку наболело. Давайте послушаем его. Александр, еще раз добрый вечер, только будьте коротки, пожалуйста, у нас мало времени. Да, спасибо большое, что все же выявили. Вы знаете, я однажды слышал шикарную фразу. Патриотизм – это когда вам объясняют, почему вы должны жить хуже, чем другие. Ну, что я могу сказать? Магнит – это, к сожалению, единственная успешная история на этом рынке. А общие условия – это когда у вас большая часть эмитентов показывает прекрасные результаты. И есть негативные исключения, ребята. Ну, вы можете, конечно, много рассказывать о том, что у нас есть какие-то отдельные случаи. Но он всего... Это в этом проблема. Он исключение. Магнит – это исключение из правила. Всего-навсего. В этом проблема. Если бы у нас было магнитов 10, да, и остальные были бы какие-то непонятные. Ну, можно было слушать все это и поверить во что-то. Я не знаю, на каком вы рынке реально работаете, но если вы живете в той же самой стране, ну, где остальные-то? Спасибо, Александр. Спасибо. Понятно, Ваше мнение. Сегодня еще была упомянута компания «Мегафон», например, которая сейчас собирается проводить первичные размещения. Понятно, что она в основном будет проводиться в Лондоне, но этот список можно продолжать. Еще раз повторю, проблемы с корпоративным управлением, с качеством работы российских компаний, они существуют. Но если кто-то вдруг в какой-то момент, например, будет ожидать, что ситуация будет меняться к лучшему, это открывает очень большой потенциал для роста котировок с текущих отметок. Еще раз, инвестирование пенсионных денег — это обязательный выбор пенсионера. Есть ли куда улучшать, как работает российский фондовый рынок, корпоративное управление российских компаний? Конечно же, есть. Ну и, скажем так, одна из популярных вещей для того, чтобы инвестиционный климат в стране был признан качественным, это общий уровень дивидендных выплат. И если вы заметили, то, скажем так, за последние полтора года компании, в том числе и частные компании, стали обращать на это внимание не только для того, чтобы выплачивать деньги мажоритарию для возврата средств, которые он потратил на приобретение этой компании, но в том числе и для миноритариев. И, скажем так, средний уровень дивидендных выплат по стране растет. А это как раз именно и повышает уровень доверия инвесторов к стране. Ну, я буду закругляться потихонечку. Резюме из нашего вот этого диалога со слушателем. Все-таки мне бы хотелось сформулировать следующим образом. Не все так плохо. В отечестве родимом есть куда развиваться. Дай бог, что просто мы двигались в этом направлении. Кстати, мы сегодня обсуждали тему, в том числе и где найти долгосрочных инвесторов, где найти длинные деньги. Вспомнили о деньгах пенсионных. И в связи с этим сразу небольшой анонс. Сразу после выпуска новостей депутат Госдумы Оксана Дмитриева против лидера движения гражданской России Дмитрия Некрасова будут обсуждать как раз эту тему в эфире моего коллеги Юры Пронько. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на Финам.фм. А мы будем заканчивать эфир. Я прежде всего поблагодарю еще раз моих гостей. Мне кажется, замечательная сегодня программа получилась, оптимистичная. Да, Андрей? Да, Максим? Сегодня в студии были Андрей Гриценко, генеральный директор капитала управления активами, и Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ капитала. Огромное спасибо всем слушателям. Дело в том, что в ближайшее время, естественно, каждый день, по сути, мы с вами обсуждаем в перспективе развития движения на финансовых рынках, в эфире сухого остатка на Финам.фм. Еще раз благодарю за внимание, уважаемые слушатели. Меня зовут Олег Дмитриев. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания. Спасибо.